Добрый день! Вы смотрите выпуск новостей на Катунь24. Меня зовут Егор Матаев. Начнем с главных тем. Город Горняк становится экологичнее и технологичнее. Уже две зимы жители никогда самых неблагоприятных микрорайонов не жалуются на смог, черный снег и недостаток теплоснабжения. Расскажем, как этого добились. Алтайский филиал «Ранкикс» подписал соглашение о сотрудничестве с движением «Первых». На базе «Академии» планируют открыть первичное отделение движения. Первый и единственный гол забил Никита Гречников. Ворота соперника на выездной игре в Красноярске. Броновские футболисты завершили сезон победой. Как это было? Город Горняк становится экологичнее и технологичнее. Уже две зимы жители некогда самых неблагоприятных микрорайонов не жалуются на смог, черный снег и недостаток теплоснабжения. Как этого добились, смотрите в нашем сюжете. Модернизация объектов системы ЖКХ в городе Горняк активно ведется последние пять лет. За это время, в частности, три старые, малоэффективные котельные в центре города были заменены на одну новую модульную, вынесенную за черту населенного пункта. Да еще и с учетом розоветров, чтобы дым уходил в сторону. Сейчас снег у нас чистый, здоровье граждан лучше. По отоплению у нас жалоб вообще нету по городу Горняку. Котлы здесь намного больше. По мощности каждый котел 3-15 мегаватта у нас. Здесь все более модернизировано за счет того, что здесь механическая подача, ручной труд исключен. Раньше все это делали кочегары вручную, подавали уголь, вытаскивали шлак из котлов. Здесь все это делается механически. И загрузка угля, и выгрузка угля идет у нас шлакоудаление. Работы по подготовке к отопительному сезону велись до конца сентября. Мы сделаем ввод в котельную магистраль основная, коллектор соединяем уже с котельной. Вот поставили запорную арматуру. Здесь уже выход пошел в одну сторону, туда пошла магистраль основная. С подачи главы Локтевского района Галины Глазуновой районы город Горняк участвуют во всех региональных проектах и программах. Та же система отопления реконструируется по краевой адресной инвестиционной программе. В рамках этой реконструкции, помимо, собственно, котельных, перестраиваются и тепловые сети. Сейчас мы их делаем в воздушном исполнении, потому что грунтовые воды залегают. Резко сократилась и потеря по теплотрассе, потому что теплотрасса исполняется в ППМ-изоляции. И сейчас, если раньше на трубах снег таял, то сейчас снег не тает. Котельная, которая отапливает дома, а не улицу – признак эффективности власти на местах. И таких по краю все больше. Константин Ганов, Илья Алексеев. Новости. МФЦ Алтайского края вошел в число лучших в двух номинациях на всероссийском конкурсе. На него подали 149 заявок из 72 регионов России. Алтайский центр получил награды «Лучший проект МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ». Комиссия высоко оценила проект «Мой дом» – комплексное решение для покупателей недвижимости. Раньше, чтобы заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг, переоформлять субсидии и оформить налоговый вычет, нужно было ездить по разным организациям. Теперь все это можно сделать в режиме одного окна. А лучшим специалистом назвали Анну Кахановскую. Она работает в филиале Новоалтайска. В конце прошлого года она с блеском одержала победу в краевом конкурсе. Затем ее кандидатура была представлена на конкурсе федерального уровня. Сегодня Всемирный день психического здоровья. В Алтайском государственном медицинском университете проходит российская конференция, посвященная 75-летию алтайской психиатрии. Там находится и наша съемочная группа. На прямой связи со студией моя коллега Лена Самарина. Елена, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Егор. В 1948 году в Алтайском крае открылась первая психиатрическая больница. Тогда она насчитывала 70 коек, а сегодня в ней уже больше 1300 мест. Сегодня в Алтайском государственном медицинском университете собрались более 60 ведущих специалистов в области психиатрии, чтобы обсудить, собственно, развитие психиатрии. И среди них Марина Геннадьевна Вдовина, главный психиатр Алтайского края и заместитель главного врача Алтайской краевой клинической психиатрической больницы имени Эрдмана. Здравствуйте, Марина Геннадьевна. Скажите, пожалуйста, ну, среди жителей Алтайского края какие психические заболевания преобладают сегодня? Наши жители Алтайского края чаще всего болеют не психотическими формами, а психической патологией. Это депрессия и тревоги. Как Вы думаете, с чем это может быть связано? Скорее всего, это связано, первое, с хорошей выявляемостью психических расстройств, так как у нас в крае есть психотерапевтические центры, которые есть не во всех регионах нашей страны. И второе, это, как ни странно, социально-экономическая ситуация в стране и в крае в том числе. Скажите, вот с какими признаками человеку стоит обратиться к психиатру? Ну, Вы знаете, картина психических расстройств, она многообразна. Поэтому, если Вы сами чувствуете, что с Вами что-то происходит, у Вас снизилось настроение, пропал аппетит или, наоборот, повысился, у Вас нарушился сон или, наоборот, Вы стали много спать, у Вас пропал интерес к тому, чем Вы раньше занимались, Вы стали раздражительны, то это первые звоночки, пора что-то обвинять, куда-то идти, что-то делать. Скажите, какое лечение лучше, медикаментозное или, может быть, просто обратиться к психологу и проработать как-то вот свои, не знаю, детские травмы, как сейчас модно говорить? Здесь многое зависит от того, с чем Вы обратитесь. Если это не запущенное заболевание, то можно обойтись без медикаментозного лечения, можно обойтись психотерапией, психокоррекцией. Но если же заболевание уже запущено, скажем так, то помимо этого лечения назначается, конечно же, и медикаментозная коррекция. Спасибо большое, Марина Геннадьевна. Коллеги, у меня на этом пока все. Продолжим тему в 17.00. Да, Елена, спасибо. Будем ждать от Вас подробностей, а я продолжу выпуск. Алтайский филиал «Ранхикс» подписал соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Теперь на базе президентской академии открывается первичное отделение движения. Благодаря этому активные студенты смогут помогать молодежи в развитии своих талантов и реализации как творческих, так и научных проектов. Соглашение предполагает наше взаимодействие с ректорами и директорами учреждений в формате размещения, в формате образовательных практик, возможности того, что мы станем базой для практики студентов. А первичное отделение – это как раз история «Душа движения», когда молодежь, дети и студенты сами инициируют общественную деятельность и готовы работать внутри миссии и ценности движения. После торжественной части желающие посетили различные мастер-классы, во время которых их и познакомили с направлениями обучения алтайского филиала «Ранхикс». Так школьники и студенты попрактиковались фотосъемки, научились считать налоги, а также попробовали себя в роли ораторов. Я был на лекции «Говори как президент, выступай как президент». Эта лекция была о том, как грамотно построить свою речь, как грабенно связать ее с мимикой, с жестами, которые ты показываешь во время выступления. И всякие полезные лайфхаки нам давали при публичных выступлениях. Гостям также организовали экскурсию по кампусу, рассказали о филиале, продемонстрировали современные образовательные пространства, среди которых спортивный зал, места отдыха, библиотека и живые уголки. Барнаульские футболисты завершили сезон победой. Футбольный клуб «Темп» обошел команду «Бурятии» на выездной игре в Красноярске. Единственный гол матча в ворота соперника забил нападающий под номером 9 Никита Гречников. Решающий момент игры в нашем следующем сюжете. Передача вперед в штрафную площадь. Никита Бабич, Никита Князев. Гречников, а почему здесь никого нет? Защитника «Бурятии» и Гречников бежит вперед. Его догоняет соперник. Гречников разворачивается. Прокидывает Никита Гречников. Нужно бить по воротам. И это гол. Гол забивает футбольный клуб «Темп». Этого момента команда, болельщики ждали не то, что всю игру, весь сезон. И он случился на 92-й минуте матча. Наш барнаульский футбольный клуб «Темп» обыграл соперника из «Бурятии» в Красноярске. Как сказали комментаторы об авторе гола, нападающем Никите Гречникове, замечательная правая нога у девятки «Барнаула». Ну, в последние минуты матча болельщики гонят все на эмоциях. Был вынос. По сути, один в один оставались. Я всю игру пытался этого дождаться. Так и получилось. Но там уже разобрался. Повезло в какой-то мере. Ну, соперник, конечно, непростой был. Играли, в принципе, плюс-минус на равных. Обоюдная борьба была, игра. Ну, просто в конце дожали. Больше хотели, наверное. Не менее яркий игрок матча, как отметили комментаторы, вратарь темпа Антон Трубин. Ворота на протяжении всей игры были под его суровой защитой, как и вся наша команда. Антон во время встречи подбадривал и подсказывал товарищам. Я всегда так играю в такой манере. То есть, стараюсь подбадривать команду, подсказывать. Я вратарь, то есть, я последний на рубеже, я вижу все поле. То есть, стараюсь подсказать партнерам, чтобы не допустили никакой ошибки. Для нас это, для будущего, это возможность принять участие в чемпионате России среди команд третьего дивизиона. На следующий год, дай бог, опять принять участие в Кубке России. То есть, подарить праздник болельщикам, как в этом году это было. Ну, и завоевать трофей. Что примечательно, Бурятам темп дважды проигрывал в чемпионате. А теперь на Кубке Сибири команда отыгралась за все когда-то пропущенные мячи. Как отметил главный тренер темпа Иван Старков, шансов за весь матч забить было не так много. И тот, что выпал в финале игры, такой единственный. И он реализован. Был определенный план на игру, который ребята полностью выполнили. И в первом тайме, и во втором. Я считаю, играли две равные команды. Здесь была битва психологии. То есть, кто психологически будет готов к этому матчу. Кто как использует свои немногочисленные моменты. Сами же футболисты считают победу на Кубке заслугой болельщиков. Да и что там, они играли для них. В Красноярск поддержать спортсменов приехали 30 человек. Темпы с вами! Молодцы! Не зря говорят, что болельщик это 12-й игрок, то есть трибуна, 12-й игрок на поле. Я думаю, что зависит. Мы сами видим, как меняется темп игры, как меняется рисунок игры. Когда мы гоним вперед, бьем в барабан, кричим кричалки, поддерживаем ребят, придумываем что-то свое. У команды, болельщика, все получилось. И мы видим счастливые крики и даже слезы радости. Кубок, кстати, уже приехал в Барнаул. И теперь можно с уверенностью сказать, футбольный клуб «Темп» – лучшая команда Сибири. Алина Пенигина, Денис Кузьменко. Новости. К этому часу у меня все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok